итак продолжаем работать над игрой и я добавил и улучшил несколько параметров которые уже стоило бы улучшить первое если вы помните это когда мы берем бутылку потом ее роняем например правой кнопкой мыши она падает там что-то с ней происходит и где-то она останавливается это все происходило неправильно потому что проходило 2 секунды после чего rigidbody переходил в кинематик и бутылка грубо говоря останавливалась вот конечно же оно не очень прикольно потому что то она скатывается и резко останавливается в общем через какое-то время останавливается неправильно и нужно чтобы вот это айтем наш он детектил землю можно по-разному реализовать детекцию земли через там луч который там падает но проще всего через коллайдер хотя можно создать например sphere collider или как там он называется physics sphere collider по моему он будет менее ресурсозатратным но пока у нас нет плана оптимизации игры и мы не упираемся в какую-то планку оптимизации поэтому пока создаем так чтобы было удобно и быстро и просто окей и что я сделал я сделал так что бутылка просто определяет столкновение с землей для этого я на всем террине создал тег ground вот можно конечно по другому но в принципе у нас террин огромный слишком много терринов не будет и не будет слишком большой проблемой поставить этим террином ground например окей дальше что я сделал я просто написал функцию он коллижен enter вот и где это сделал по моему вот здесь у нас на нашем айтеме вот я тут немножко поменял сейчас объясню что здесь поменял у меня есть два скрипта айтем и айтеминфо возможно возможно и нужно будет объединить это в один скрипт потому что зачем нам два скрипта ну окей это уже мы будем дальше думать как лучше оптимизировать игру пока что два скрипта айтем и айтеминфо в айтеминфо у нас есть метод он collision enter который проверяет ground тег ground тег это ground конечно желательно выносить как я вынес в какие-то наподобие констант если это строковая константа то здесь строку лучше не оставлять а выносить вот так окей и здесь если это земля то rigidbody наш переходит в kinematic true в принципе все просто дальше давайте коснемся айтемов и инвентаря вот он у меня есть айтем он принимает в себя inventory item и хранит айдишник нужно еще подумать что делать с этими айдишниками но пока так у меня он скрывается инспекторе но он публичный и inventory item inventory item давайте зайдем в него и этот скриптабл object то есть если вы помните до этого у нас вся информация о предмете была расположена прям здесь и записано было там его в принципе то же самое были записаны имя вес количество я кстати добавил вес его не было вот дальше stackable не stackable то есть собирается предмет в группу или нет иконки prefab в общем все то же самое также я добавил для description text area это позволило мне сделать не просто поле для заполнения вот сейчас покажу а вот такое удобное поле в котором я могу развернуто записать текст вот его можно расширять интересно если я буду enter нажимать да здесь не очень красиво можно сделать сразу побольше размер но потом сделаем вот и давайте посмотрим на вот этот инвентаре айтем тот что скриптабл object вот возможно расскажу больше о скриптабл object для тех кто не знает в общем мы наследуемся не от моно behavior а от скриптабл object чтобы создать скриптабл object дополнительно нам нужно прописать еще сверху атрибут create assert menu menu name и file name file name это то как у нас будет называться в инспекторе при создании вот сразу изначально а меню name это то как оно будет отображаться вот здесь и вот теперь я могу создать create inventory item например я хочу создать для ножа и я называю что это нож дальше заполняю ну айдишники у нас будет скорее всего автоматически заполняться пока что пока что как-то так там имя нож описание какой-то не знаю но это неважно дальше вес ножа не знаю ну пусть будет 05 каунт айтем это один нож можно переименовать на каунт да зачем нам каунт айтем каунт когда вы переименовываете смотрите так нежелательно делать почему потому что у вас начинают сбиваться ваши настройки давайте посмотрим собьется или нет и да сбилось все поэтому вот нам желательно настроить одну вещь так чтобы потом не пришлось вам перенастраивать но это такое окей давайте на water тоже нажмем что-то каунт 1 дальше здесь я специально например поставил вес вот такой непонятный после точки большой для того чтобы показать как можно его округлять в тексте окей так здесь все стандартное это stackable prefab и так далее нож пока у меня нет иконок для ножа поэтому я пока не буду заполнять у меня есть для яблока да давайте создадим для яблока пусть будет id2 но я все равно сейчас не буду полностью заполнять это займет большое количество времени здесь я просто покажу что могу выбрать иконку и здесь могу выбрать prefab очень удобно нам даже искать не нужно можно здесь выбрать каунт яблоко будет одно вес не знаю 025 не знаю как то так ну и название что-то в этом роде окей давайте еще посмотрим на наш инвентарь inventory item в принципе здесь все понятно все просто есть create a set menu и дальше скрипт который находится на нашей воде вот он и он принимает как раз наш inventory item то есть мы создаем на вот этой воде item перемещаем сюда scriptable object и все окей что еще я здесь поменял я здесь поменял item info если вы помните в игре сейчас покажу когда мы выбираем вещь она пишет нам информацию себе вот эта информация и у нас она была изначально захардкожена то есть мы сразу записали туда текст не меняли ничего а я хочу чтобы с этого scriptable object бралась информация и писалась сюда в принципе то что я уже сделал вот вот я бросил бутылку она упала и четко сразу стала из кинематик то есть она уже больше столкнуть не могу единственное что я могу через нее вот не пройти но это решается там очень быстро через layer или еще через что-то вот принципе можно решить сейчас давайте плеера поставим на плеера тег плеер тег плеер тег или как он там называется layers так и плеер у нас будет на этом лэйре а все айтемы будут на лэйре айтемс единственный минус это нужно будет делать для каждого айтема но я думаю это не страшно вот и теперь в настройках физики в лэйрах обязательно physics не physics 2d мы смотрим items и player player и items и мы отключаем галочку теперь они не будут коллизиться также нужно подключать все галочки которые мы не используем для экономии проверок это ускоряет unity transparent raycast water мы пока не используем юа используем lightning мы не используем ground постпроцессинг хотя потом будут какие-то ошибки если мы будем использовать я забуду но пусть пока так будет окей и здесь все так давайте проверим можем ли мы спотыкаться о нашу бутылку вот мы ее берем ложим и мы можем свободно через нее проходить окей что еще еще можно если вы плохо попадаете по коллайдеру да можно его увеличить просто сделать сайс вот здесь чтобы там не считать что-то не менять просто пишем умножить на 2 и у нас грубо говоря получается вот такая штука проще попасть на нее давайте проверим вот теперь намного удобнее попадать оно как-то в этой зоне попадает все и мне так больше нравится окей но это такое так инвентарь мы посмотрели давайте посмотрим на панель и на методы что я поменял на этой бутылке есть item info и здесь есть разные методы которые у нас были которые мы вызываем interact destroy сет паренс and position вот в принципе я убрал некоторые методы которые там автоматически ставили описание в эту панель которая вот item info давайте перейдем к панели вот то что я говорил я хочу чтобы с нашего scriptable object записывалась сюда информация что я для этого сделал для этого я создал скрипт айтем инфо панель просто перетащил сюда вот это описание name description весь вот чтобы удобно было достучаться до этих объектов и сделал здесь два метода шоу панель и хайд панель причем шоу панель она не просто шоу она и сет панель фактически ну пусть будет шоу панель не знаю нужно подумать вот и она принимает вот эти параметры и устанавливает нам в текст причем я хотел показать вес я специально сделал через забыл как называется в общем через умную подстановку текста вот через двоеточие f2 что это значит это значит что мы берем наш вес и округляем до двух первых цифр то есть мы просто даже не округляем просто показываем первые две цифры после запятой если вам надо одна цифра пишите здесь единицу если там три цифры пишите тройку вдруг вы этого не знали окей мы здесь показываем панель устанавливая значение здесь скрываем панель в принципе все понятно вот и где мы получаем доступ к этой панели давайте посмотрим usage в item info которая висит на нашем объекте при интеракте мы делаем шоу панель и передаем то что у нас висит вот здесь в item а в item у нас а в item у нас как раз и есть наш scriptable вот мы перетащили сюда в item так сейчас я подумаю почему я не перетащил вот эту штуку а это она есть точно мы перетащили вот этот item но я думаю нужно будет их объединить потому что нет смысла туда-сюда оно красиво ложится в один скрипт окей так в принципе это я сделал еще добавил показ так где я добавил в инвентаре я добавил ссылку на count вот у меня до этого просто иконка была теперь есть и count count это дочерний объект иконки если мы посмотрим возможно потом мы улучшим это все так есть инвентарь есть у нас inventory panel в котором есть sell icon и count вот и окей в принципе я думаю тут все понятно давайте посмотрим как оно все вместе работает в принципе ничего такого нового теперь уже вот эта информация берется не из скрипта а из scriptable object через скрипт вот она показывает всю ту же информацию что и мы написали но теперь мы будем получать не нужно будет создавать каждый раз свою панель под каждый объект она будет просто заменять текст что логично окей если мы нажимаем кнопку мыши этот предмет попадает в инвентарь и у нас показывается иконка воды и количество 1 вот дальше мы будем по идее улучшать уже сам инвентарь чтобы там была получше логика стакались предметы возможно перетаскивались динамически добавлялись в общем что то в этом роде надеюсь это было полезно и интересно и всем пока пока